здравствуйте дорогие друзья сегодня будет рассказ о том как я ремонтировал свой скутер и что с ним случилось короче хотел прокатиться после зимней зимнего простое и смотрю он короче у меня вообще не заводится что я только не делал он не заводится что тогда пришлось выкручивать свечку думал может проколю свечку и все будет хорошо как обычно но не тут то было стал проверять искру нету искры нету искры на скутере вообще искры скоро короче как таковая вот его кучу искры нету не мурмур даже нету намеку на искру но пришлось к значит все проверять проверять все надо я пошел как как она все и пишут на ресурсах в интернете интернета пошел проверять с катушки вот она катушка и открутил и прозвонил прозвонил все хорошо на катушку под подходит два провода зеленый черный я прозвонил там сопротивление сопротивление обмоток нормально но значит катушка тут ни при чем дальше но питание на катушку как таково не поступало дальше что идет за катушка это вот этот коммутатор коммутатор вот этот такой вот у меня коммутатор значит я стал все прозванивать провода с каждый провод я стал прозванивать сопротивление все провода ну принципе как я понял сопротивление у них не было нигде нигде обрыва не было все было хорошо причем я потом еще еще проверил напряжение на генераторе сейчас вот я вам даже покажу какое-то должно быть напряжение у у меня здесь если тут самые так сейчас я подсоединю здесь этот тестер и проверим все напряжение на генераторе и напряжение на датчике генератора идет датчик на эту катушку вышкаши чем поэтому надо проверять также напряжение на датчике на генератор идет но этот на генератор поступает ну на этом конкретно скутере как я померил где-то 57 вольт переменного тока генератора значит ставим вот на 200 вольт переменного тока максимум что мне удалось получить 57 вольт значит генератор выдает нужное напряжение тут еще есть этот синий и белый провод этот тоже с генератора но там есть на генераторе такой датчик датчик магнитный датчик там напряжение он там напряжение небольшое нужно по идее нужно тоже переменный ток но очень небольшой но я на дух двухстах мерил 12 вольта ночью что-то показывает очень напряжение какое-то выдает в принципе он должен быть нормальный этот датчик всем что-то выдает и там сопротивление открыла нигде нету значит дальше я еще проверил вот этот провод так вот этот черно-белый провод идет замок зажигания и он замыкает там с массой то есть когда замок зажигания выключен там сопротивление маленькая он практически 0 а если включить сопротивление значит растет он размыкается размыкает с массой на все равно там что-то замкнуто с ней не очень сильно конечно еще еще на коммутатор подходит розовый провод но я так понял вообще не нужен он идет этот провод идет с датчика скорости для ограничения оборотов что для чего-то для этого и вот здесь провод еще черно-желтый на катушку зажигания тут такая вот распиновка на коммутаторе сейчас я нарисую на бумажке точно вы поняли что куда значит дорогие друзья так вот коммутатор он так лежит сейчас нарисую какая распиновка у этого коммутатора тут именно у этого потому что есть разные коммутаторы может быть другая распиновка я кстати с интернета скачал схему точно такой же коммутатор все также но почему-то распиновка там нарисована по-другому вот как у меня какая у меня распиновка значит так вот будем обозначать вот например первый контакт 2 3 4 5 6 значит этот провод 1 1 на него подходит мне подходит черно-белый черно-белый провод белый провод он идет на замок зажима зажима замок 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 второй второй провод этот вот он здесь сверху вторая клемма тут черно-желтый черно-желтый желтый он идет на катушку зажигания на катушку катушку прямо на катушку она идет вот тут черно-желтый третий провод 3 этот провод красно-анец синяя сине-белый сине-белый он идет с генератор от с датчика дать датчика генератора сине-белый вот этот 3 сине-белый так этот 4 4 значит сюда идет красно-черный красно-черный с генератором напряжения переменная 50 57 вольт эту моей пятидесятки 57 он вольт выдает 3 3 клемма это оранжевый розовый 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 регулятор оборотов точно я не разобрался откуда он я его снял никак не отразилось ни на чем тут 6 идет зеленый зеленый он это провод массы он идет на катушку зажигания тоже масса и вообще по всему скутеру зеленый масса вот так вот такая распиновка дорогие друзья значит какие дальше мы из заключения тут с этим скутером были в общем я все прозвонил все эти провода прозвонил думал на эту причину чем причина все хорошо все хорошо но искры нету значит мы чувствую значит коммутатор коммутатор неисправен коммутатор я взял купил такой же коммутатор точно такой же вот с китая выписал за 700 рублей вот мне прислали я его поставил сейчас думал все заведу и поедем не тут-то было искры нету даже вообще нисколечко даже не даже хоть бы чуть-чуть бы было бы ну вообще не сколько ну что делать что делать делать нечего я стал разбирать тогда свою сто пятидесятку сто пятидесятку стал разбирать и достал оттуда коммутатор там другой коммутатор распиновка там другая мы я нашел в интернете схема интернете схему нашел такая там распиновка там тоже 6 контактов и думал все-таки коммутатор из за коммутатора не прислали с китая негодный коммутатор и этот негодный будут значит ставить это коммутатор на скутер и проверять поставил от коммутатор на скутер с этого списка 150 поставил на эту пятидесятку я там просто взял и даже разобрал вытащил эти все клеммы клеммы вытащил отсюда за два клеммника чтобы можно было соединять и по схеме все за ним искры нету вообще нисколько я уже стал психовать разобрал тут все уже в эту скутер и здесь стал разбирать там все так ну что дальше ну что делать то что вот делать у меня уже психоз что еще то менять тогда я взял что я стал дел тогда взял эти коммутаторы и стал ставить нас на на вот этот на сто пятидесятку вот эти коммутаторы стал ставить проверять они то вообще исправно нету ну и все нормально как оказывается коммутаторы работают они искру дают 150 к вообще заводится изумительного с этими коммутаторами я также разобрал там этот клеммники вот по схеме подсоединял этот проводочки откуда нужно по схеме я бы кстати даже замерил напряжение тут на всякий случай как будто не какое тут напряжение вот красно-черный тут также красно-черный питание от катушки генератора на том нас на 50 57 вольт а на этом 100 вольт выдают переменного напряжения датчик также замерил все там очень и скутер заводится вот с этими коммутаторами под пятидесятки у меня даже вот кот тут не понимаю в чем дело что творится тут со скутером переживает вот он ходит тут все и мы тут с ним и короче не могли сделать ничего вот и значит коммутатор исправим я я заново стал тут все все провода эти прозвания все хорошо все хорошо и чисто случайно чисто случайно во время этих прозвонов и прозвонов и вот этих всех я чтобы на что обратил внимание на что я обратил чисто случайно чисто случайно дай думаю подергают от этого самого от кика подергаю от кика что будет то что будет чисто блин даже от причем я даже не пойму с русски как стал пробовать водить не знаю вот я значит стал скидка сама заводить зажигание включить зажигание зажигание включить я стал в общем клика искра есть искра есть и причем она искра только тогда только тогда искра когда не нажимаешь на ручку тормоза вроде как то я тоже пробовался тот скик и заводить но нажимал на ручку тормоза то есть когда вот на ручку нажимаешь тормоза вот когда фонарь горит за не искры нету когда ручка отпускаешь искра вот сразу появляется просто какая-то фантастика дорогие друзья просто как вот тут фантастика и значит значит вот так вот такие вот дела и какая же причина какая же показалась причина в чем потом и я стал опять но снова все эти провода тут не знаю что думал где-то оторваны еще что не на все прозвание будут прозваниваю еще промутился на часа два вот и в конце концов я все-таки эту массу я зеленый проверял там какая-никакая масса есть вот на этом зеленом проводе но потом я еще дополнительно и вот и вот закоротил закоротил на массу поставил еще одним проводочком таким тоненьким просто поставил так еще на на всякий случай может массы там нигде нету дорогие друзья все искра появилась искра появилась то есть от стартера как положено появилась искра нажимаю на тормоз искра есть также и скипа вот дорогие друзья все-таки после долгих утомительных прозвонов и разбора скутера вот видите я уже практически весь разобрал и здесь все разобрал спереди и снимал вот снимал замок зажигания тоже все там проверял про все искал место обрыва массы вот это тут я не пойму чё за херня какой-то резистором вообще не работает даже не прозванивается не знаю нужен он нет тоже блин все прозванивал также еще подножки то там выключатель прозванивался смотрел и все-таки нашел место обрыва место обрыва массы вернее это не даже не место обрыва место отгнивания место отгнивания казалось вот здесь почти по центру скутера причем тут идет по провод тоники от аккумулятора сюда вот он идет здесь подсоединяется пучок из нескольких проводов также подсоединяется этот на подножку выключатель здесь вот это и как раз вот здесь вот такой паук такой паук и здесь все сгнило причем сгнило капитально мне даже пришлось не метров по пять вырезать проводов от видите никакие вот они эти провода вот они прям ломаются в руках и отрезаю они прямо ломаются все сгнившие они то не знаю что произошло это произошло за зиму видимо какой-то там про пошел процесс гниения этих проводки может за шучок какой-то он завез а проводка ед я не знаю что там за такое творилось и вот здесь как раз это гнездо 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 этого может сказать зараза вот это в этом месте она образовалась и все тут у меня прямо сгнило ему я не знаю что такое хотя здесь и вроде сырости особо нету не знаю в общем нашел дорогие друзья нашел все сейчас подсоединил пока так вот испытываю испытываю так сказать делаю пробный запуск включает зажигание пробный запуск тела вот дорогие друзья здесь целый паук таких проводов их все надо соединить запаять надо все приступаю к запаиванию ребята что ж тут получилось я даже не знаю правда вообще блин все сгнившие вот некоторые провода даже спаять их невозможно не все какие-то черные не знаю в чем они тут даже даже кислотой плохо появится не знаю как они сколько они теперь прослужит уж может придется скоро вообще всю проводку менять на этом скутере ну ладно что делать буду изолировать и все посмотрим вот что делать нечего спаялась кое-как буду изолировать короче с проводкой вроде закончил все за изолировал делаю еще одну проверку на всякий случай мало ли чуть отвалилась все работает ладно буду собирать